Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Всем привет! Привет, говорим всем зрителям и слушателям. И Раиль Латыпов еще, да. Вот как раз я хотела попросить тебя представить в усеченном составе группы «Мураками». Да, Раиль Латыпов, гитара, вдохновение, рок-н-ролл, все в нем. Раиль в шортах, потрясающее летнее настроение нам создает привет тебе. Да, Раиль, об этом мы чуть позже поговорим. Ну, кстати, погода в Москве как раз располагает. Но вы-то уже несколько денечков в Москве столицу поздравили с днем рождения. Нет, да, Казань отпустила, я думаю. Здесь она даже наоборот может только гордиться тем, что ее родная, роднулечка, группа, любимая, поздравляет Москву. Диляр, ну а дальше-то, дорогая моя. Ой, очень много, очень много городов. Россиюшка дождется приезда группы «Мураками» в свой город. Ну да, как я и сказала о том, что у нас в прошлый раз мы беседовали о том, что... Два месяца назад примерно наша встреча была здесь в студии. Как раз был выпущен альбом без даты 2019. И именно тогда мы уже поняли, что по осени мы поедем в тур. Тур будет не маленький, правильно, где-то в три месяца мы будем колесить. Посмотрим, может быть, еще и по весне поедем дальше. Как пойдет, да. Да, ну впереди действительно много интересных мест, много-много встреч. Ну вот смотри, 12 сентября. Так, я начну по порядку. Санкт-Петербург, клуб «Аврора», да. 13 сентября. Тверь, все верно, мы сейчас будем играем. 14 сентября, но это ты не можешь забыть. Конечно, это мой день рождения. 16 тонн, друзья, я всех жду. Очень будем тусить, отдыхать. Ну и, конечно, поздравлять, да, и подпевать. Ну а дальше я примерно посмотрю, да, сколько времени... Рязань, отлично. Саранск, Пенза, Саратов, Самара, Тольятти, Казань, Набежды, Челябинск, Алматы, Караганда, Павлодар, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Красноярск, Бакан, Томск, Новосибирск, Омск, Урган, Тюмень, Екатеринбург, Перм, Уфа, друзья. Очень долго дальше перечислять. Ну там и Сочи, и Йошкарала. Там есть еще города, которых нет еще. И которые, да, еще не внесены в список, поэтому что нужно делать? Отслеживать, конечно, в соцсетях у группы Мураками, у Диляры, или же следить за афишами в клубах там в своих городах на концертных площадках. Ну лучше быть в соцсетях, потому что это проще, и зайти на сайт murakamiband.ru, там все... И наверняка уж, там точно никаких подвохов не может. Тур называется «Без даты», хэштег, здесь уже без точек, здесь уже, естественно, без всяких пауз, пробелов, без даты, и все. Да, именно так. Тур именно такой. Ну это как раз тур в поддержку нового альбома, да, о чем ты говорила. Ты же морозила прям своих поклонников, и до этого, ну максимум по одной-две песни позволяла себе исполнять на концерт, и как раз и говорила, ребята, дождитесь тура, и вот тогда целиком... Тогда будет «Лезвием по венам» и не только. Ну как настрой перед туром? Скажи, как это обычно? Что происходит с артистом? Так, Равель почему-то очень засмеялся, загадочный. Потому что я объединила двое песни, я говорю, «Лезвием по сердцам», а «Музыка по венам». Ах, вон она, что тут такое? «Лезвием по венам», и он такой, да, конечно, «Лезвием по венам» уже сразу. Ну какое обычное состояние? Волнение, не знаю, какая-то усталость, говорит, что «О, опять сейчас, боже, боже, до колеса». Да, на позитиве, по крайней мере, сегодня, не знаю, что будет с нами после 15-го тура, но сегодня мы точно вот прям вот и солнце заряжает, и Москва заряжает, и люди, которые нам попадаются на встречи, то есть всегда очень клево, а тем более, когда мы приходим на страну «ФМ», мне кажется, тем более. Спасибо, Диляр, спасибо, мы тоже очень счастливы и рады вас всегда видеть. Ну правильно я понимаю, что, значит, Питер, Твери, там, Москве, Рязани, Саранску, Пензе точно отлично хватит энергии запала, а там уже ребята, ну в том числе и от вас, от поклонников тоже будет зависеть, как будете принимать, как будете, наверное, вести себя в том же самом зале, да? Ты сказала 15-й тур. Нет, не 15-й. Сказал же, Роя, что 15-й или что? Нет, 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 тур, нет, не 15-й, тур, 15 лет нам в этом году. 15 лет осенью, в ноябре, мы как раз с тобой ввели подсчет, вот два месяца назад. Ну я думаю, что все-таки мы будем праздновать следующий год, потому что в этом году мы все-таки без даты выпустили, да, и поедем в этот тур, а вот следующий год, наверное, как-то раньше времени, говорят, не празднуют, вот так нам сказали наши дирекции, сказали все. Ну есть такое, да, вот мнение. Поэтому типа дальше поедем вперед уже с 15 лет. Отлично, уже расписано, получается, на ближайшие 5 лет, а тем более 15 лет, такая красивая дата. Я думаю, что прям целый год, а то и два, можно еще продолжать отмечать эту самую дату, 15-летие. Вот, интересно, да, ты что-то хотела сказать? Да, я просто подумала, может быть мы споем, чтобы зарядить позитивчиком, а потом будем беседовать, а то вдруг люди не знают, нас включили, так страна и фами болтает. Только что был твой клип, так случилось, если ты не заметила. Я не заметила, вот такая я смешная. Ну, конечно, мы хотим очень послушать. Давайте споем, потом продолжим беседу. А то Северодин молчит только, смеется, надо же показать, что он все-таки не просто пришел, не в футбол играть. Ну давай что-нибудь тоже, чтобы народ узнал, знакомые, что-то такое по старым песням. Это из классики, из классики. Снег на машине растаял уже. Снег на машине растаял уже. Дорогие мои друзья, вот видите, прямой эфир, все по-живому, все по-настоящему. Возникло взаимопонимание, то есть, точнее, отсутствует взаимопонимание у нас день просто приколов, не просто приколов, а стабильных. То есть, в голове происходит одно, а по факту происходит другое. Итак, может быть... Ну, в принципе, все было хорошо. Закончимся. Ну, с этой тестой не должно быть проблем. Плю наполнены обе сандали, поиска гения по спирали. Хлопен ли воздухом манит дорогу? Голоса нет, аллергия. Это мой нулевой километр, пожирает сентябрьский полдень. По колесам играет оркестр, камень за камнем, камень за камнем. Это мой нулевой километр, начинаем отчет от Казани. Мы построим китайскую стену здесь, камень за камнем. Пересекая щиток расстояние, беспрерывное эхо молчаливых признаний. Я подарю поцелуй и три слова. Голоса нет, аллергия. Так многого надо. Это мой нулевой километр, пожирает сентябрьский полдень. По колесам играет оркестр, камень за камнем, камень за камнем. Это мой нулевой километр, начинаем отчет от Казани. Мы построим китайскую стену здесь, камень за камнем. Это мой нулевой километр, пожирает сентябрьский полдень. По колесам играет оркестр, камень за камнем, камень за камнем. Это мой нулевой километр, начинаем отчет от Казани. Мы построим китайскую стену здесь, камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем. Группа «Мураками». Спасибо. Друзья, ну по всей видимости тур без даты будет очень веселым, очень неожиданным. Очень много будет импровизации каких-то живых моментов. Готовились. Самое страшное, что мы действительно, действительно вчера с Раинем. Обычно мы этого не делаем, понимаешь? Вот я и говорю, не надо делать то, что мы... Кстати, вот есть тоже такое мнение, что лучше не надо готовиться. Вот, мы не шили, думаю, устроим вчера квартирничек, свечки зажить, камень, посидим, повторим песни, никогда этого не делаем, понимаешь? Ну, надо все-таки списочек написали, как нормальные люди, понимаешь? Ну, конечно, да, что все же гладенько прошло и есть. Ну, вот же результат, понимаешь? Вот он результат. Ну, одну песню кое-как собрали, собрали. Посмотрим, что будет дальше, друзья, как будут развиваться события. Ну, ладно, мы сейчас пошутим. Слушай, ну, отлично. Нет, очень живые, классные моменты. Я думаю, что, конечно, на концертах все проходит, все очень гладко. Именно так и проходит. Ну, и замечательно. Приходите на концерты в вашем городе, друзья. Друзья, повеселитесь, посмеетесь, да, конечно. Наснимаете видосов и все это потом опубликуете у себя в соцсетях и станете безумно популярными блогерами. Диляр, у тебя не так вышел главной клип? 27 августа премьера была наутек. В нашем эфире уже тоже несколько дней этот клип и эта песня, естественно, крутятся. Да, ну, ты молодец, невероятно. Ты вот как раз была у нас... Я и молодец, он вез меня в нижнюю ногу. А съемки там проходили? Да. Расскажи про этот клип. Мы с Пашей, есть такой режиссер Паш, как раз мы с ним и снимали этот клипец. Все основное он снимал без нас, без группы Мураками. Но потом, когда возник вопрос, ехать ли нам или ехать мне одно или все вместе, сначала решили, пусть Вагапа одна поедет. Но в этот момент группа, мы все один за всех и все за одного и решили поехать вместе. И мы в две машины съездили в нижний и отснялись там вот как раз-таки в студии. А скажи, ты знала на тот момент, что отснял режиссер? Да, конечно. То есть ты уже видела, да, он тебе присылал периодически какие-то картинки, сюжет был тоже заранее? Ну, как бы он отправлял с места, конечно. Ну, красивая такая романтическая история. Спасибо. Правда, мне кажется, что она действительно наполнена такой очень положительной энергией и отзывов, конечно. А если почитать, сплошь и рядом положительные. Ну, потому что, когда ты пускаешься на утек, проще всего это сделать, конечно, на тачке. И всегда она ломается, вот вечно это с этим. Но, с другой стороны, что бы ни происходило, все к лучшему. Да, об этом как раз и речь. О том, что как бы ни казалось, ну, если посмотреть внимательный клип, да, то есть мы начинаем с того, чем оно как бы... Все идет в обратную историю, ну, обратную сторону время. То есть мы видим уже, как девушка, как бы после грустной ситуации со своим молодым человеком, она едет на утек, кидается, да, из машины там проблемы, там, ну и так далее. Вот мы сейчас, я так понимаю, посмотрим. Да, мы подбираемся как раз к просмотру этого клипа. А можно ли сказать, что вот он, поскольку крайний этот клип, последний, как тебе больше нравится, то он самый любименький такой? Или нет? Или есть? Раэль, у тебя какой любимый клип «Мураками»? Ну, наверное, бред. Все-таки бред. У тебя бред? У меня вот, мне, наверное, клип «Верь». Клип «Верь». Откровение двоих. Ну, вот, ну, никак не на утек, да, здесь мнение вот так вот. А тут просто, наверное, у каждого какие-то ассоциативные моменты с этими клипами. Может быть, я с тобой согласна. Это могут быть даже какие-то личные переживания в тот период и огромное количество факторов, да, которые могут сказываться. Так, скажите мне, пожалуйста, дорогие наши звукорежиссеры, операторы, можем запускать клип тогда на утек в ваших телевизорах, приемниках, гаджетах. Смотрим, слушаем. «Лучшие в стране» на телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Продолжается программа, друзья, у нас сегодня в гостях группа «Мураками» у нас для Рвагапова Раэль Латыпов. Мы провожаем группу «Мураками» в тур без даты. Огромное количество городов. Начинаем с Санкт-Петербурга, а далее, ну, а далее, ну, практически все города. Да, я, честно говоря, да, даже не знаю, в каком городе вы не выступите, Диляр. Не знаю, надо посмотреть, подумать. Какой город, не осчастливится. Но мне кажется, тем более, что... Владивосток, по-моему. Ну, учитывая, что пополняется еще список городов, которые вы посетите, там, скорее всего, по... Есть какой-то город, встреча, с которым тебя ожидаешь, с особенным трепетом? Ну, мне нравятся такие, скажем так, далекие города, в которые, там, типа, Мурманска, там, да, вот, когда мы приезжали, вот, недавно там были, в следующем году теперь мы. И там Казахстан я очень люблю, мне очень нравится приезжать, и Алмата и Астана мне нравятся. Вот сейчас Павлодар, например, я там не была еще, мне прямо жду. А, то есть тебе представить, да, еще отлично, познать этот город, погулять. Посмотреть и послушать, и у людей встретиться с людьми, вот этот... Какие? Ну, Ижевск, конечно, город, в котором приезжаешь и чувствуешь себя вообще, как будто дома. В одной семье просто. Какой еще город, Раилик, тебе нравится? Ну, мне очень запомнился Владивосток. Нет, ну, мы туда не ели. Ну, значит, уже два раза возникает этот город, значит, отправитесь точно. Ну, разные города, но действительно, абсолютно, вот, вспоминаешь, живые, и так, о, и этот тоже, и этот прекрасный. А что говорить, если вот о аудитории, о публике, есть ли вот тоже в каких-то городах, ну, самые такие фанаты, самые такие прям безумные, такие горячие, такие... Наверное, это Ижевск. Все-таки Ижевск, да, поэтому там комфортно, так, там взаимная любовь, там все как-то сложилось. Ну, просто фестиваль есть много, там, вот в этом году мы два раза подряд, ну, как бы там один фестиваль, потом второй фестиваль. То есть, и вот эти, это возможность, там люди любят слушать живую музыку, им нравится концерт, и они прямо живут этим. И поэтому приятно приезжать, конечно. Ну, с другой стороны, приезжает туда большое количество артистов, наверное, и прием далеко не каждому, наверное, такой оказывается. Наверное, там модно ходить на концерты, тоже вот это важно. То есть, это прямо, вот знаете... Здорово. Не в каждом городе есть города, где вот, например, нас любят, а на концерт, ну, как-то, а че ты, ну, вот подниматься. Вот Казань, например, яркий пример, да? То есть, Казани нас любят, ну, прямо любят, они с нами пить, ну, вот, надо идти, а че, вот, даже приглашаешь. Ну, они как-то, да, наверное, привыкли, столько лет, вы свои уже, да, вы нам привезите кого-нибудь из таких, кто редко здесь бывает. Да у нас в Казани, по-моему, уже все. Да, понятно, да, Казань очень-очень любит артисты. Немножко про клип на утеку поговорим. Почитала я отзывы внимательно, все комментарии под клипом на ютюбе, сплошь, рядом позитивные, положительные, в общем, даже ни одного никакого хитера, там не обнаружено было мной. Да, либо команда твоя работает так четенько, и там всех нещадно подчищает, удаляет, ну, либо действительно какие-то очень лояльные, хорошие ребята. Есть, правда, те, кто почему-то написал, что «А мне песня больше нравится, клип не очень», кто-то говорит «Да, видеоряд неплохой, но вот эта песня там послабее, чем все остальные дилярины песни». Ну, понятно, здесь у каждого свое мнение. Ну, вот один, знаешь, такой мне попался комментарий, я хочу это зачитать, Алекс пишет, самая неоцененная группа, неоправданно, зря, ребзя, я очень уважаю диляры, ведь вы будущее наше, наше все, держите, всяческих успехов вам, просто поколение в спячке пока, но некоторых уже пробуждаете на новые подвиги. Спасибо за творчество. Дерярд, у тебя, у твоих ребят, у команды мураками. Есть ощущения, но согласно высказыванию, что какая-то недооцененная группа? На самом деле, я так не думаю, мы на данный момент заслужим того, что имеем. Это очень мудрые отношения, да. Но если у тебя есть… У нас мир разнообразный, нужно, наверное, всегда в чем-то подстраиваться, не прогибаться, а все-таки подстраиваться, значит, мы не совсем шагаем. Да, не можем подстроиться, тоже факт. Нет, но смотря то же, что вкладывает, наверное, в эти слова, да, оцененная и недооцененная. Оцененная – это что, это… да, скрипит у нас, Раэль, но мы в гостях думаем, ну пусть скрипит человек, потому что это успокаивает как-то. Ну, а оцененная – это что, значит, понимание того же Аликса, я не знаю, может быть, какие-то бесконечные участия на федеральных каналах, бесконечное какое-то вот это мелькание везде и всюду? Ну, наверное, я думаю, что это и является для него недооцененностью. Я думаю, это может быть и по-другому, то есть не обязательно мелькать сейчас на телевидении, это просто, наверное, в первую очередь массовость, ну, то есть количество… Просмотра каких-то… …людей, которые знают тебя. Ну, а вот разве список городов, гастрольного графика, разве нет? Нет, не показатель. Ну, на мой взгляд, это не показатель. Ну, это показатель хорошей работы менеджмента, может быть, да. Ну, у тур-менеджера или там… Ну, это вот это, наверное, показатель. Ну, а то, что поколение в спячке, вы согласны с этим? Наверное, не совсем. Люди слушают музыку просто. Не все поколение? Каждый выбирает свое. Ну, тут тоже, вот, знаете, вот, с одной стороны, мы такие сидим в Москве, там, или в Казани, и нам кажется, да, вообще нормально, вообще хорошо живем. Ну, если вы… Мы же ездим по другим городам. И иногда ты приезжаешь в город и понимаешь, что люди прям, ну, очень мало у них музыки. А те, у кого есть музыка, они хотят быстрее уехать из этого города. То есть не хотят там поднимать там какие-то, да, там… И даже многие там, говорю, нету правил такого, чтобы пойти на концерт. Зачем? То есть я могу вот тут включить и там в интернете гораздо больше получить. А живое выступление, живой коллектив – это совсем другая эмоция. Это вот когда ты приходишь и видишь, что вот эти ребята, они такие же смешные, они так же могут налажать или наоборот круто сыграть. Смешно? Ну, как бы, вот, я вот… Мне очень нравится, когда я… Очень смешно. Да, но я прихожу на концерт, мне нравится, когда я вижу, что артист, вдруг что-то у него не так. Я прямо с ему так сопереживаю, мне так классно вместе с ним этот момент. То есть мне, ну, вот, мне от этого драйвово. А когда это все чистенько вылезано, вот там, вот, знаете, фонограммка идет, а он где-то там поет или рот открывает, вообще не представляет. Ну, здесь тоже бывают смешные моменты, когда какие-то… Рот не попадает. Рот не попадает или фонограммка вдруг, да, прекращает звучать, и вот здесь тогда начинается… Ну, да, бывает. Но это гораздо хуже. Ну, тут другая эмоция, ты сидишь уже, думаешь… И тебе неловко уже немножечко за артиста как-то, да? А здесь не неловко, а тут уже дураки какие-то, если что, а? И вот забыли даже свою песню, которую 10 лет поют и поют и забыли. Вот чего они с головами? Так, ну, давайте перейдем к следующей песне тогда. Ну, вот, давайте реанимируем ее. Да, давайте попробуем ее реанимировать. Это песня «Бред», да, с которой мы пытались начать нашу встречу сегодня. Снег на машине растаял уже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Лучшая в стране страна ФМ. Спасибо, ребят. Спасибо. Диляра, знаешь ли ты, что поклонники это твои уже в ожидании следующего альбома находятся? Да. Дилярочка, думаю, что в скором времени нам, поклонника вашего творчества, стоит ожидать бомбически, космически крутой альбом с датой. Поклонники, кстати, пришли к такому выводу, да, после твоих видео, выложенных с отпуска, с твоей поездки. А-а-а, это с какой интересно? Расскажи немножко про путешествия. Я не знаю, у тебя там все в черно-белом цвете, там фиг разберешь. Ну, где ты колесила этим летом? Мы снимали клипчик один, но я не знаю, посмотрим, как это получится. Сейчас он в монтаже находится. Но это как раз-таки на альбоме без даты мы еще снимали, интересно. Ты за границей была этим летом, да? Да, да, конечно, да, да, да. Я просто думаю, наверное, не исходя из того, что я рассказывала, что вдохновляясь путешествиями. Конечно, конечно. Да, конечно, я впитываю себя, наверное, потому что я выпила из этого волшебного источника в Сен-Пол-де-Вансе как раз. Ты выпила из волшебного источника? Ну, там есть просто такая тема. Я в прошлом году была в городе... Раэля, ты задавал вопросы, что происходит, почему, да, сбои такие вот происходят. Да, я была в прошлом году как раз в этом городе, там, где похоронен Шагал, там, ну, много людей, приказ туда приходил. В общем, это такое место, где творят художники. Ну, и раньше творили, и там тоже все, весь город художник. И в творческих всяких скульпторах. И вот там есть при входе, мне сказали, вот туда, там выпьешь, и появится вдохновение, будет новое творчество, бла-бла-бла-бла. И появился новый альбомчик. Я говорю, ну, в Инстаграме тоже, в окна, говорю, сейчас я выпью, посмотрю, что будет в следующем. То есть помимо альбома, правда, еще появился Теодор. Ну, как бы, помимо этого, и в творчестве как раз появился новый альбом. Наверное, исходя из этого. К этому источнику, Диляр, ты мне поподробную локацию оставишь, пожалуйста. Я думаю, сейчас все поедут туда просто ломануться все к этому источнику. Ну, мы заговорили про Теодора, про сыночка, а по годику ему уже, да, вот будет, вот должно быть. И он с нами тоже здесь, друзья, ну, у него свои дела там, да, он не в студии находится. Он очень насыщен на активную жизнь, да, у ребятенка расписание очень насыщенно. Правильно ли я понимаю, что он с тобой отправляется в тур? Да, конечно, посмотреть страну, мне кажется, самое время. Пора уже действительно, да, увидеть страну своими собственными глазами. Да, но когда рядом таким уже пить, все возможно. Да, автобусы, все это как, на чем получится, на том, то есть на чем служится. У нас есть, конечно, графика, говорю, слава богу, менеджмент у нас работает точно, и все знают, что и как. Главное, что ребята помогают, потому что если бы не они, мне кажется, не получилось бы так. Ну, это правда, каждый готов покормить, каждый готов что-то подогреть, каждый готов поиграть, покатать. Поиграть хорошего папу. Ну, практика это тоже для кого-то, да, у кого еще нет деток. Ну, а дочка у тебя пошла в первый класс. Да. То есть у тебя мама, у которой тоже очень много событий интересных, ярких происходит, проведила ты Фелицию, ну, поделись. Или ты ничего еще не понимаешь? Да нет, но эмоционально, конечно, это очень было трепетно, потому что я не собиралась вообще ее давать в этом году в школу. Ты нам, кстати, говорила об этом, что мы еще... Да, но там так решили все педагоги, психологи, все решили, что ей уже время идти в школу. А сколько, 6 лет ей получается? Да, ей 7 будет в декабре. И они сказали, что ей уже скучно в садике, ей нужно, как бы, давать задания, она их хочет выполнять, так как она вступила в эту важную ООО старшей сестры, и все, у нее уже ответственность появилась. Ну, в общем, да, детство кончилось, конечно. Она сама сказала, я хочу, да. Я говорю, ну ладно, как хочешь, твое решение. Ну, на сегодняшний день пока желание не пропало, оно еще... Нет, абсолютно, и она рада, и ей нравится. Встает с радостью, просыпается, идет в школу. Она так же бы, как и в садике, она так же просыпалась. В принципе, график-то не очень, да, изменится. Но здесь, я так понимаю, эту дочку ты увидишь теперь к Новому году ближе. Ну, нет, я еще все-таки приезжаю. Как только появляются выходные где-нибудь, я просто беру билет и еду уже, соответственно, в тот город, где она находится. Ну, в смысле, из того города, где она находится. Ну, она тебя отпускает, как, скажи, с грустью? Нет, не хочет она меня отпускать совсем, и очень грустит, конечно. Конечно, ты в этом смысле повезло гораздо больше. Да, и она об этом говорит, почему ему можно, а мне нельзя. Действительно. Я говорю, это все вопросы к Раилю, к Артону, к Эдику, к Артуру, они все решат. Ну, нет, есть, бывают такие моменты, когда я могу взять ее, когда это недалеко какой-нибудь город. Ну, и разовые, да, какие-то именно выступления, когда о туре, тем более уже началась учеба в школе, и, в общем... Конечно, это тяжеловато, но ничего, и мне кажется, что, ну, как бы, самое главное, чтобы мама была счастлива, и тогда и ребенок счастлив. А это хорошо, что дети, если это понимают, потому что все равно эгоизм, конечно, есть. Ну, конечно, не понимают, но есть другие вещи, зато я понимаю, что у меня чувство вины, которое нужно, ага, оправдаться, надо что-нибудь ей устроить, там, то, все. А у тебя о школе приятные воспоминания? Да, ну, не о первой, конечно, я в первую школу сначала была, в немецкой училась, там у нас такие серьезные были отношения с педагогом, вот. А когда меня перевели уже в мою, в одиннадцатую школу, да, у меня очень приятно. У меня там друзья появились, те, с которыми до сих пор... Моя подруга, с ней мы сели на первую партию, она была высокая, в самых больших очках, а я была самая маленькая. И мы так до сих пор с ней идем по жизни, и это очень, мне кажется, важно быть со школьными друзьями. Я вообще считаю, что одна из немало важных в жизни – это дружба. Дарей. Ну, да, наверное, такая очень редкая удача и счастье, когда есть в окружении настоящие друзья. Кому-то повезло в любви, а вот я считаю, что мне очень повезло с друзьями. Ну, а разве в любви нет? А разве в творчестве нет? А разве в личной жизни? В творчестве, конечно, это самое тоже немало важное, конечно. К счастью, это моя фелиция, мой божий вон дар Теодор. Ну и, конечно, приключения по жизни. Вот, посмотреть страну. Посмотреть страну. Ну, это здорово, видеть такой блеск в глазах перед таким большим туром, и ни капельки, ни скольчика нет, ни усталости, ничего. Да, конечно, вы меня лучше в конце тура позовите, посмотрим. Это мы как раз и сделаем непременно, да. Я вам скажу. И мы сравним прямо эти два видео и сделаем конкурс. Найдите 10 отличий Диляра Вагапова до тура и после. Да, мы едем в тура. Мы вернулись из тура. А, что? Кто здесь? Ну нет, будем надеяться, что все пройдет отлично. Что мы сейчас послушаем? Чем вы нас порадуете? Я думаю, что надо новый альбомчик, да. То, что мы с чем поедем по городам, а то мы тут старенькая-старенькая. Давай, Раиса. Ну почему, мы послушали же и наутек, так что представили кое-как? Да, посмотри. Крипа в твоей голове Я подаю, я подаю Утрой на волоске Быть в отаю Пизда, ты мы-мы-мыслями бьешь по лицу Я голая, я голая И не подходи к близнецу Сегодня незнакомые За простыней дай мне разряд Я сохраню свой личный взгляд Я поцелую целую струну страну За простыней я спрячу все И прочитаю слова все И поцелую целую луну Мы ныряем, как тюлени И мозоли на коленях И танцуют тени В белом море Мы с тобой на измене Взгляд, как будто на рентгене Это появление В белом море Следуй за мной по пятам По комнате По комнате И я все прочту по глазам Остаться надо в темноте Сделим последний закат На прошлое, на прошлое Взяли тела на прокат Чуть пошлые, роскошные За простыней дай мне разряд Я сохраню свой личный взгляд Я поцелую целую струну страну За простыней я спрячу все И прочитаю слова все И поцелую целую луну Мы ныряем, как тюлени И мозоли на коленях И танцуют тени В белом море Мы с тобой на измене Взгляд, как будто на рентгене Утопая в лени В белом море Мы ныряем, как тюлени И мозоли на коленях И танцуют тени В белом море Мы с тобой на измене Взгляд, как будто на рентгене Утопая в лени В белом море Группа Мураками Программа «Лучшая в стране» Целерадиоканал «Страна-ФМ» Мы провожаем группу в тур Без даты Питер первый А, кстати, почему именно этот город Казался первым в списке тура? Есть какая-то особая история или нет? Ну, нет, наверное, такой Просто совпало, может быть, потому что Так принято, что мы обычно в Питере Празднуем мой день рождения Я там родилась в Ленинграде, у меня даже медалька есть Рожденный в Ленинграде А потом мы едем в Москву и там дальше уже А в этот раз мы решили Немножечко изменить традицию Поехать в Питер, а потом уже На день рождения уже в Москве отпраздновать А вот что касается, кстати, Питера Там как к группе Мураками относятся? Ой, там любят нас тоже Любят? Потому что, да, все-таки Рок любят в Питере, наверное Как-то с этим все связано? Ну, может быть Может быть, просто потому что нас там любят Не знаю Да и какая разница, действительно, почему Главное любят Диляра, скажи мне, пожалуйста Ты продолжаешь писать Музыку и слова Что-то мурлычешь, что-то записываешь Иногда Иногда, все реже, да? Не, наоборот Вот вчера сидели мы с Раилем И писали Я говорю Он, ему припев понравился А мне куплет Это две разные песни У нас такое бывает Когда, например, я говорю Раиле, вот хороший рифчик, да? Сыграй что-нибудь? Нет, не хочешь? Ну, пока не надо Ага, конечно Ага, понятно Вот И мы вчера сидели, как раз писали Ему зашел припевчик А мне другая песня и куплет И вы решили соединить Нет Чтобы получилась одна песня Сейчас Нет, у него своя Ну, как бы у него то, что он будет Мы сегодня дописываем там куплет А у меня дописываем припев Ну, это где-то все зафиксировано Или на диктофоне, возможно, да? Записано Нет, сегодня нет То, что новая песня А нет, только у нас нет Так мы решили делать так Что мы пишем песню А сегодня вечерков мы вот он сыграет И если она вспомнится Значит хорошая песня Если не вспомнится, значит в топку Вот даже так Уже такая традиция Уже такая проверенная временем Если песне суждено Друзья, до нас с вами долететь То она не сотрется с памяти Да У Диляра и Раэля, да? Слушай, как интересно очень Ну, мне кажется Это единственное, что может сейчас Повлиять, так скажем На хитовость Там не хитовость, не важно Ну, то есть есть Если она достойна То она должна вспомниться А если нет, так и надо А с появлением Тео в твоей жизни Ты замечаешь, что у тебя Количество памяти меньше, да? Замечаю Трочки твои Другие уже Ну, я имею в виду Не знаю, какой-то другой текст Складывается Какие-то другие энергии Ты даже, ну, блин Совсем мамаша уже такая Нет, наверное Тут есть момент того, что я Как и раньше После того, как я стала мамой В принципе Я поняла, что я ответственна За каждое слово, которое я произношу То есть это будут слушать мои дети Я должна понимать, что я пою Вот И Ну, я уже, например Побережье Невады Сейчас бы не написала Наверное Скорее всего Я бы уже прежде все-таки Заглянула В глобус Там, не знаю, в географию Хотя тогда я тоже понимала, что ее нет Но мне хотелось Вот мне казалось Вот она у меня будет У них нет, у меня будет Побережье Да Вот Ну и Просто ты стала более ответственна Подходить к словам Может быть Ответственнее Может быть Потому что я чувствую Хочется какого-то драйва больше Вот я и ты даже вчера Раилю говорю Когда мы стали писать Хотя вот с Антоном мне хочется Медленные песни Как-то хочется вот какой-то Воздушности А как Раиль приходит Неохота Ну давай, Раиль Давай мясо Ну в общем пока все так противоречиво И все очень меняется Да, да, да Течет Ну это здорово Это жизнь Это разные эмоции У нас сейчас клип ваш в эфире А, да? 364 О, да И песня давно видели? Давно Давайте посмотрим Лучшие в стране На телерадиоканале Страна-ФМ Ведущая Александра Хайрулина Продолжается программа Группа Мураками у нас сегодня в гостях Диляр, скажи, пожалуйста А вот как раз стрижка, которую мы наблюдали сейчас в клипе 364 Она с тех пор и осталась с тобой? Нет, ее жене было долгое время Потом я вернулась и подумала, что Вот после того, как я родила как раз Я захотела вернуться в эту стрижку И подумала Я в детстве нашла такие даже рисунки, что я всегда рисовала девочку С короткими волосами С одним глазом Может потому, что было так удобно рисовать И мне надо было второе выриверять Да, ну и Лена И вот я вот так вот делала Такую челку и вот так рисовала Прям вот Один в один Ну и вот теперь вот Каким-то образом Ну да, я решила, наверное, это я себя так рисовала в детстве Ну комфортно тебе с такой прической, скажи Да А как ощущение, когда у тебя длиннее волосы здесь? Не твое просто Ну просто сейчас нет Это не значит, что потом не будет Определенный какой-то этап в жизни, период Он налагает, естественно Ну как у любой, наверное, девчонки, девушки Да, отпечаток на твою внешность Да, да, да Но мне сейчас вот прямо комфортно Мне нравится Когда мне надо, я ее закрыла И мне от всех спряталась Когда надо убрала Свои штучки, фишки есть у каждого На самом деле, Артур без даты До Нового года Ну ты сказала, что, может быть, прокатитесь еще и весной Понятно, надо дожить и посмотреть, как все будет складываться Потом, наверное, предполагается Записи в студии Работа студийная Но они у нас в параллели идут Поэтому мы же уже написали песню новую сейчас У нас есть песня Нам больше нечего ловить Мы ее презентовали неожиданно Сами для себя в Москве Здесь На фестиваль наше в городе Вообще не ожидали Потому что, ну, там есть какие-то определенные правила Я обычно очень много говорю между песнями А тут я вышла на сцену Мне было так дискомфортно Отражение Ну, то есть, многие моменты такие У нас не было чека Лайн-чек Это когда прямо на месте ты чекаешь И это было так Ну, внутренне было и очень дискомфортно Я выхожу, я понимаю, что не хочу разговаривать Хочу больше петь Мы начинаем петь Я смотрю, время-то еще и много Ну, как бы у нас еще есть И я кричу им Пацаны! Нечего ловить! Они... Да? И они что, сразу начали играть? Или все тебе стали показывать? Ну, вот смотри Смотри, это как Давай, нечего ловить! Это было вот приблизительно вот так, да? И я такая Ну, ладно, поезд будет Давай куплетик споем Чтобы хоть люди поняли Да, да! И у нас вот совсем недавно Мы ее записали на студии Все сделали И вот я думаю, что мы даже в ближайшем будущем К вам отправим Отлично! Моя любовь не ждет меня Но я смогу ее простить Моей любви не до меня Нам больше нечего ловить Нам больше нечего ловить Нам больше нечего ловить Нам больше нечего ловить Ты так бежал, чтоб все забыл Хотел держать своей рукой Но взгляд прошло и взгляд остыл И больше ты не мой герой 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 Нам все обед, ты там, я тут, кого винить? Мечты ушли, все на обед. Нам больше нечего ловить. Класс, браво. Ну, премьера в нашем эфире группа «Мураками». Да, вот так бывает, когда ты просто чувствуешь, и рождается. И когда вот мы так же с пацанами в Москве подумали, ну, почему бы не презентовать на большой вот такой сцене? Конечно. И вот так мы бахнули эту песню. Ну, реакция, наверное, была положительная, конечно, у зрителей. Ну, много разных было мнений. Ну, вообще, в принципе, новой песне не принято играть на фестивале. Ну, понятно, конечно. То есть люди же хотят услышать что-то старенькое. Ла-ла, пять месяцев. Да, но мы успели, да, мы успели сыграть и старые, и поэтому после уже нового километра... Смогли себе позволить уже, да, поставить. Конечно, история такая грустная, но при этом какой-то мажор прям слышится, и, конечно, каждому знакомо. Светлая грусть. Именно так, да. Ну, потому что нечего ловить. Это все-таки не столь про рыбу, да, хотя иногда на шутки просто ходили, наверное, нечего ловить. Да. Ну, то есть не так важно, когда у тебя все-таки... Ты понимаешь, приходишь к определенному выводу, ты же благодаришь человека за то, что было раньше чего ловить-то. И здорово. Дмитрий, 15 лет группе осенью. Ну, наверное, так как-то сложилось почему-то, вас больше относят к року. И тусовка, наверное, так или иначе, больше так состоит из рок-музыкантов, рок-артистов. Хотя мы вас просто причиняем к разряду классных музыкантов, профессиональных, да. И в данном случае, не знаю, жанров, форматов никаких нет. Есть просто классная музыка, которую хочется слушать. И когда ты еще знаешь, то впереди очень много интересного, много потенциала. И классно за этим наблюдать и быть свидетелем вот этого самого чуда музыкального. Ну, немножечко хочу тебя попытать по поводу твоего взгляда на рок сегодня. Что там происходит? Расскажи, как тебе кажется, появляется ли много, такое же количество молодых команд, как и в других жанрах? Наверное, тут уже не столь рок, а вот именно просто в направлении такого андеграунда есть, есть много ребят, разные абсолютно музыки. Но они все-таки себе к такой кипсоте относят, наверное, да, как вот правильно, с побычей, например. Я сейчас буду перечислять группы, я понимаю, что большинство их даже не слышали. Нет, ну просто ты так думаешь, слышали, конечно. Ну вот, например, Мэджику мне очень нравится. Ну они в нашем эфире представлены, конечно, да. Да, да. Я не знаю, что это удивило меня. Ну я просто... Да. То есть есть радиостанция, которая, ну как бы, да, по России уже идет, и все-таки нашествие – это один из показателей, когда ты чувствуешь, что ты являешься рок-направлением, да. И вот... И случаются такие неожиданные моменты для всех. Это просто вот как бы тут все относительно. Я считаю, что в новых, новых имен очень много. Просто дело в том, что они звучат все-таки в андеграунде, ну то есть в интернете, но это не значит, что плохо. Они делают хорошую музыку. Я вот, например, очень радуюсь, когда нахожу что-то интересное для себя. То есть тебя можно удивить. Ой, да, вообще легко. Молодым девчонкам, ребятам. Я вообще очень люблю удивляться. Мне только, да, я такая, ух ты, ничего себе, какие ребята есть классные. Ну и ты можешь написать или подойти и сказать, классно, ты сейчас зажигал. Да, нет, классно. Это я вообще стабильный у меня. Я могу даже пойти купить билет на концерт, что вообще редкость. То есть я обычно пишу там ребяткам, да, там, типа, впустите там, и я буду рада там. А тут вот я пошла, и говорю, я сама купила на Мэджикл билет. Это было вот прям вот, я очень хотела попасть, посмотреть, но не смогла. А билет был куплен? Да. Ну ты отдала кому-то? Да, я отправила. А то пустое место, ты же как артист знаешь, что это уже нет в зале. Диляра, ну я тогда тебя аплодирую. Я знаю, что аплодируют тогда тебе сейчас и все музыканты, все коллеги твои по цеху, конечно, наши зрители слушаются. Мне кажется, что нужно искать, слушать, смотреть, что в стране творится. Вообще, в принципе, по жизни смотреть, что в стране творится. Так и музыки, в творчестве, скутеров, не знаю, художников, фильмов, театральных. Тем более, что мы все ждем твоей постановки, твоего появления на сцене. В прошлый раз ты нам обещала, что вот-вот скоро, но судя по туру, очень объемно. Ну ты же понимаешь, вот как вот найти время? Вот хочется же, и альбом, вот мы, пацаны, сказали, нет, давай-ка музыкой будем все-таки больше заниматься. Я сказала, ну ладно, извините, ребят, не буду, я пока ничего. Конечно, театральная сцена чуточку опять подождет. Не привыкать ей, да. В музыке, в рок меня все-таки помнят молодой, а в театр можно прийти бабушкой. Сразу уже на возрастные роли. Да, буду сказки читать. Ну это прекрасно. Не знаю, Дмитрий, мне кажется, ты всегда будешь вылезать молодо. Это точно. Спасибо. Это такое, за кулиси мы сейчас обсудили, как раз вот то, что во время клипа мы вот бесед, беседовали. Ну что, наше время подошло к концу, правда, очень жаль, но здорово, что встреча наша состоялась. Правда, мы очень рады. Так что, напоследок, может, споем что-нибудь, да? Обязательно, конечно. Ну вот осталось совсем считанные минуты, как раз о них и споем. Давайте. Про минуточки. Дыма, проспекты, улицы, куда бежим? Ты ненавидишь мои мысли, стал чужим. Я растоплю полет, я попаду в мир, для нас с тобой начнём очередной турнир. Найди ответы, но не вздума мне их говорить. Дотройся до моей руки, пора всё изменить. Кому куда лететь? На время попрослеть. Моя любовь, как айфер, на виду всего нагреет. Ты просто дай мне минуту, мне минуту на объятия. Дай мне мгновенье, чтобы всё на миг связать. И дай обещание, забьются сердца. И то, что ты со мной будешь до конца. Дай мне минуту, мне минуту на объятия. Дай мне мгновенье, чтобы всё на миг связать. И дай обещание, забьются сердца. И то, что ты со мной будешь до конца. Рассвет ударит по лицу, я не боюсь, мы с ним сегодня заодно договорюсь. Ты утопил наш миг и поднялась стена. На ней мы раньше рисовали свои имена. Мы два героя, чёрно-белых, кинокартин. По-прежнему одна, по-прежнему один. Время уходит, сон. Война между двух сторон. Последний шанс, чтобы сердца забили с вунисон. Ты просто дай мне минуту, мне минуту на объятия. Дай мне мгновенье, чтобы всё на миг связать. И дай обещание, забьются сердца. И то, что ты со мной будешь до конца. Дай мне минуту, мне минуту на объятия. Дай мне мгновенье, чтобы всё на миг связать. И дай обещание, забьются сердца. И то, что ты со мной будешь до конца. До конца. До конца. Дай мне минуту, дай мне минуту, дай мне минуту. Ты просто дай мне минуту, мне минуту на объятия. Дай мне мгновенье, чтобы всё на миг связать. И дай обещание, забьются сердца. И то, что ты со мной будешь до конца. До конца. Группа Мураками. Спасибо большое. Диляра Вагапова, Раил Латыпов. Диляра, мы очень ждём вас после тура. Как договаривались. Всем заставы. Посмотреть, какие я буду. Удачи, да. Без даты, друзья. Ждите группу Мураками именно с этим концертом в своём городе. 12-е Питер, 13-е Тверь, 14-е Москва. День рождения. Диляра идём отмечать клуб 16 тонн. Ну, а всё остальное, за всеми остальными перемещениями следите в соцсетях у Диляра и группы Мураками. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Спасибо большое. Мы очень любим тебя. Спасибо большое тоже, Раил. До новых встреч. Ждём новинки. Спасибо. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова